До 1 января 2021 года в городе Туркестан будет доступен природный газ для 40 527 абонентов, включая свободные земельные участки. В частности, около 40 тысяч индивидуальных жилых домов, 106 социальных объектов, 484 объекта предпринимательства и 44 многоэтажных дома. На очередном собрании аппарата Акима Туркестанской области были затронуты вопросы тепловоснабжения социальных объектов и жилых домов. Заслушав отчеты, руководитель ответственных учреждений Акима области Умирзак Шукеев поручил активизировать работу. Управлением по чрезвычайным ситуациям города Туркестан проведен конкурс по государственным закупкам на установку газосигнализатора для 499 семей. Эти устройства установят до конца ноября для малобеспеченных семей. Аким города Туркестан Нурбул Туражбеков отчитался о проделы на работе. Строительство 10-ти семиэтажных жилых домов в административно-деловом центре началось в 2019 году и было закончено в 2021 году. По завершении строительных работ был составлен акт приемки. Однако со стороны акционерного общества «Кастрансгаз Аймак» не было дано разрешения на подключение этих домов к газу, потому что система дымохода была выложена из жженого кирпича. Данное устройство могло предоставлять опасность для жителей. В настоящее время в шести домах совершены работы по монтажу коаксиальных труб для газовых котлов. В пяти заселенных домах уже ведутся работы по подключению к газу. Подключение всех домов будет полностью завершено в ноябре. Омер Закшу Киев подверг резкой критике ответственных руководителей, которые своевременно не подключили жилые дома к системе отопления. Поручил активизировать работу в этом направлении и полностью подключить жилые дома к теплосети. Надо срочно подключать к теплосети не пять, а десять домов. Что вы за люди такие? Как вы не понимаете, что уже зима на носу. По поводу сами прожить сутки в квартире без тепла. Ведь есть маленькие дети, старики. Поручаю решить вопрос оперативно. Омер Закистаевич отметил, что вопросы подачи тепла не будут сниматься с повестки дня. Работа каждого подрядчика и ответственного управления будет находиться на жестком контроле. Кроме того, в целях соблюдения безопасности в жилых домах были проведены разъяснительные работы. Аружан Жиринбаева, Асулбек Мансурхан. Новости.